Конечно, она была наглоблена. В такой момент, когда люди уже оказываются на дне, они все сломлены. Но почему я увидела в ней силу? Потому что она приняла решение менять свою жизнь. В употреблении человек все теряет. Друг задуманно все теряет. И здоровье, и связи, и деньги, и репутацию, и самоуважение, и желание жить, и смысл жить. И она на самом деле тогда все потеряла. Ну почти все. У нее такая жизнь была. Мы все думаем, что у нее такая радужная жизнь блондинки Барби. А на самом деле там темный лес и гранаты на каждом углу. Сегодня в гостях у меня коллега, телеведущая Дана Борисова. Мне сегодня в нашем разговоре все-таки хочется больше понять вас, узнать о вашей жизни, в которой, наверное, были и счастливые моменты, и настоящая любовь, и то, чем вы можете гордиться. Я права? Были такие моменты? Они есть? Конечно же, были. И я могу сказать, что на данный момент присутствуют. И даже больше хорошего. В общем, был какой-то определенный период, примерно, который закончился, к счастью, два года назад. Сейчас живу в гармонии, работаю над собой, нравлюсь, принимаю себя. Отношения с дочкой очень хорошие, с мамой сейчас идеальные отношения. И, в общем, могу сказать, что сейчас жизнью в целом абсолютно довольна. Но вы знаете, сегодня в программе мы увидим интервью людей, которых вы сами нам назвали. И, честно говоря, нас выбор ваш немножечко удивил, потому что эти люди – это в основном специалисты, которые помогали и помогают вам вот как-то встроиться в эту новую жизнь. А где ваши старые друзья? А где коллеги? Вы не хотите, чтобы они говорили о вас? Или вокруг все-таки образовался какой-то некий вакуум? Нет, сейчас общаюсь, действительно верно заметили, с теми, кто может дать поддержку. Это самое главное. Ну, вас-то знают, наверное, больше те, с кем вы были знакомы много-много лет назад. И много лет дружили. И родные. Мамы нет, дочки нет. Ну, дочка, во-первых, она насчет меня комментировать, она бы, наверное, не стала временно. Она сейчас ограничена для участия в съемках. Мама бы с удовольствием рассказала, но она живет в Крыму, в Судаке. Поэтому как-то мне даже в голову не пришло. А так мама бы с удовольствием откомментировала наши с ней сегодняшние взаимоотношения и вообще ситуации. Но они, наверное, хорошие, потому что на расстоянии, если честно. На расстоянии, но поеду не потому, что хочу на море и отдохнуть, а потому что сейчас понимаю, что больше я ей нужна, ей нужна моя поддержка. И это прям мой долг эти три дня провести вместе, успокоить ее, выровнять. Поэтому не очень хочется туда ехать, но поеду. А друзья? Чему друзей нет? Или все они остались в прежней жизни? Вы перестали со многими общаться? Ну, прошлой жизни нет. Друзья, они же соупотребители, они все остались за бортом. То есть с ними как бы не приветствуются общение. А много вы людей вычеркнули из своей жизни, которых считали друзьями? Да нет, некоторые просто, к сожалению, умерли, не выдержали того образа жизни, поэтому они ушли сами с моего пути. Общаюсь с теми, кто меня понимает, кто не напрягает, кто живет с такими же интересами. Кстати, вот я обеих подруг дала Аню и Дашу, они тоже зависимые, тоже как бы знают абсолютно все нюансы. Ну, были, давайте будем добавлять, наверное, были зависимыми. Нет, неверно говорить были зависимыми, потому что зависимость – это хроническое заболевание, и вылечиться от зависимости невозможно. То есть можно поддерживать, прекрасно жить, великолепно существовать, но зависимость, она будет со мной всегда. И самое главное – помнить об этом и знать, чтобы она не вернулась обратно. Ну что, тогда начнем первую главу, она называется «Она и будет посвящена вам». Начнет Анна Михалап, психолог и политик. Сердце у нее хорошее, она не подлая, она говорит правду в лицо, и мне это понравилось. Я не люблю людей-лицемеров, которые вроде с тобой та-та-та-та-та, а внутри за спиной делают что-то другое. Она не такой человек. И, наверное, знаете, по жизни, наверное, поэтому Бог ее и любит. И спас ее от этого всего, что у нее внутри душа хорошая. Да, она ранимая, ей тяжело, но она тот человек, она целеустремленный. Будь то это проблема, она все равно дошла, приняла решение и пошла дальше. Она сейчас выздоровела, будь то работа. Она нежная, она прям такая женственная, да. Я всегда восхищалась, потому что у меня вот этого не хватает. Вот это вот такое, показывает себя слабенькое. Она вроде так и говорит, вот так, и ей хочется все дать. Вот у меня этого не хватало, поэтому я ее увидела, ну, искренним человеком, с хорошей душой. Вы как-то настороженно смотрите, почти не реагируете. Она такие замечательные вещи о вас говорит. Не, ну и для меня это не сюрприз, что она об этом говорит, обо мне. Марат Агинян. Она красива и чувствительна ко всему красивому. Она замечает все красивое. Она может за миллисекунду составить мнение по каким-то очень красивым чертам и тянуться. Она чувствительна к обману. Если малейшая фальшь какая-то звучит, она немножко назад идет. Прямо по ней это видно. Она ценит дружбу. Ценит что-то искреннее. Если она долго-долго в это не верит. Но если она убедилась, что это и есть, да, вот тут можно доверять. Она это очень ценит. Да, она удивительным образом сочетает в себе все самое хрупкое. И что-то такое стойкое и ценное. Ой, обожаю их. Аня, обожаю Марата, Даша. У меня аж прям слезы навернулись. Моя поддержка, мои самые родные и близкие люди сейчас понимают меня. И Марат верно сказал, что до реабилитации в употреблении не верила в дружбу, не верила в поддержку. Всегда себя чувствовала обязанной, если мне кто-то помогал. Считала, что за этим что-то кроется, что-то хотят какой-то интерес или материальный, или другой прочий. А вот только обретя этих людей, действительно почувствовала уверенность, поверила в то, что есть такие отношения. У меня раньше этого никогда не было, таких отношений. И психолог заканчивает штрихи к вашему портрету Дарья Пирожкова. После того, как она стала лечиться от зависимости, она, наверное, стала настоящей. И вот она такая сложная, действительно сложная. Потому что многие говорят, что с ней сложно общаться, сложно работать. То есть она как бы все делает очень компульсивно. Вот у нее радость – это радость. У нее грусть – это грусть. И эта грусть – это депрессия. Вот прям такая. Моя точка зрения – то, что она не реализована до сих пор. Это не ее театр, не ее спектакль. Вы согласны с этим, да? В роли той, которую ей дали. Все думают, что она истеричка какая-то. Ну, многие, по крайней мере. Она на самом деле просто, ну, пока что она кричит, что я женщина, у меня есть свое мнение. Я вот такая. Она, наконец-то, живая и правдивая. Я разделяю в целом ее ожидания. И сама как бы понимаю, что... Опять же, в употреблении возвращаемся к нему. Я последний год сидела на диване и говорила, «Отстаньте все от меня. Мне 40 лет. Что вы от меня хотите?» «У меня все. Все уже. Все было. Отстаньте. Дайте мне уже умереть спокойно». Это камень вы так говорите. Ну, это вообще в целом была моя позиция против мира. Сейчас спокойно, открыто всему новому, вперед. Верю, что жизнь только начинается. И в целом в этом я, да, согласна с тем, что сказала Даша. Вот скажите, Дана, сейчас, оглядываясь назад, как вы думаете, то, что вы рассказали о своей проблеме публично, усложнило вашу жизнь или все-таки ее спасло? Однозначно благодарна всей этой истории. Однозначно считаю, что она мне дала второй шанс, как и в физическом плане. Ну, элементарно должна была умереть. Осталась живая, здоровая, невредимая. Ну, кроме того, давайте будем смотреть честно. Вся история этого качнула конкретно. Общественное мнение, которое касалось меня, которое было сложно, дал мне реально второе дыхание. Очень много снимаюсь, очень много помогаю зависимым людям, рассказываю о своей проблеме, консультирую. Но вообще-то легко рассказывать о своих заслугах. А вот признаваться в проблемах, мне кажется, трудно. И нужно ли рассказывать о своих проблемах? Или справляться за кадром? Вы знаете, если бы у меня стоял выбор, и прийти рассказать, я бы этого не сделала. Но историю написали за меня. Написала моя мама вместе с Андреем Малаховым, кому я сейчас искренне, совершенно без всякого камня, за пазухой благодарна. Но это точно был не мой выбор. Я бы такую ответственность на себя не взяла. У меня всегда была дочь. И единственное, кто, как все же мне кажется, пострадал немного в этой ситуации, у меня есть чувство вины, это то, что дочь стала как бы. Она причастна ко мне, и ей не совсем приятно вся эта история. Но так бы вы никогда не решились. Нет, я, наверное, не решилась бы. Не решилась бы. Чего вы боялись? Краха карьеры, осуждения. Ну а как ходить с клеймом наркоманки? Я понимаю, что жизнь сейчас разделилась ваше до лечения и после него. Но до этого-то еще была жизнь. Вы можете описать сами себя, вот ту дану, которая была еще до всех этих проблем? Инфантильная. Внешне женщина, в душе ребенок, всего боялась, очень ранимая. Из плюсов. Чувство юмора, в принципе, жизнелюбие какое-то. То, о чем говорит Даша, отзывчивость, понимание, честность. Ну вот это из плюсов. Вы родились в белорусском городе Мозырь. Насколько я знаю, папа милиционер, мама медсестра, да? Правильно? Да, папа работал в милиции, мама работала на скорой помощи. И вам дали очень редкое имя Дана. Кто и почему все-таки вам дал его? Жила родственница состоятельная в Чехословакии, сестра папы. И в честь нее назвали. У вас есть чешская кровь, что ли? Да, чешская кровь и чешское имя. У меня там много братьев и сестер двоюродных. Но вы знаете, что имя Дана вообще неизвестного происхождения по разным версиям от славянского до арабского. Но толкователи имен, они считают, что все-таки все Даны похожи друг на друга. И даже нашли, как они считают, какие-то общие черты характера. Давайте сейчас проверим, насколько это совпадает с тем, что ощущаете вы. Готовы? Да, готовы. Короткому лицу. Итак, с детства Дана озорная девочка, которая доставляет немало беспокойства родителям. Вы были такой? Да. Она быстро находит общий язык с мальчиками, обходясь без дружбы с девочками. При этом она может стремительно завоевывать новых друзей, но через время потерять к ним интерес и переключиться на новых знакомых. Абсолютно верно. Вы слышали это когда-нибудь? Нет, я не слышала, сейчас слышу. И понимаю, что рассказываете 100% обо мне. Так. Хозяйка такого необычного имени неплохо разбирается в психологии. Вообще не разбиралась. У нее хорошая интуиция, и она этим прекрасно пользуется. Не сказала бы. В отношении с мужчинами обладательница этого имени обычно остается богиней. С мужчинами вообще тишина, все неправильно, все неверно, в корне неграмотно, до сих пор не наладилось, поэтому богиня не обо мне. Так. Она умеет казаться покорной, таинственной, невинной и наивной, чтобы завоевать того, кто ей нужен. Верно. Но такую фальшь мужчины не замечают. Ой, мужчины вообще многого не замечают. Да, но умеет пользоваться своей внешностью. Отчасти да. Она может долго выбирать спутника жизни, но часто попытки создать семью неудачны. Требования ее достаточно высоки. Сто процентно верно. Она может всю жизнь искать себя. Если не находит, Дана замыкается в себе, считая, что запуталась и не может обрести своего места в жизни. Да, так и произошло. Запуталась, потерялась, и все стремительно шло к концу. Да, она всегда видит пределы дозволенного и редко переходит их границы. Нет, с границами вообще была очень большая проблема. Неправильно было. Тем не менее, способна на аморальный поступок, который может оправдывать безысходностью ситуации. Отчасти да. Но похоже? На 80% очень заинтересовала. Ну а теперь к фактам вашей жизни. Вот когда вы были совсем маленькой, вы переехали с семьей, насколько я знаю, в северный город, Норильск. Я понимаю, что это не просто был переезд, это материальные какие-то соображения. Да, родители уехали за длинным рублем на север. Мне было 10 месяцев. И как бы своей родиной я все-таки считаю северные края, Норильск. Потому что я там выросла и закончила школу. А семья по тем меркам была обеспечена уже там? Да, там все очень хорошо встали на ноги, получили квартиры. Папа получал 700 рублей. По тем временам, по-моему, это нормально было. Это большие были деньги, да? Отец работал милиционером в те непростые времена, да? В неблагополучном во всех отношениях городе Норильске. Вы понимали, насколько рискованной была его работа? Да, работа была очень рискованная, большая ответственность. Он в итоге не по-хорошему оттуда ушел. Там что-то было с оружием, какие-то расследования. То ли он его сдал, то ли не сдал. Я уже плохо помню. Я помню, что в семье были проблемы. Он даже в Чехию уезжал жить. Там как-то типа того, что скрывался. И мы его не видели, не знали, где он находится целый год. Но в детстве все это как-то по-другому воспринимается. Вы говорили, что родители ваши дважды разводились и дважды женились заново. Но это уже вы были взрослой девушкой. 14 лет. 14? Первый раз? Ну да, они расстались на год примерно. Потом мы обратно зарегистрировали брак. Но мне было порядка 14 лет. Тогда в детстве отношения у мамы с папой какие были? Они любили друг друга, как вы понимали? Или ссорились сейчас? Я была вообще... Они не с то, чтобы ссорились. Они, в общем-то, и ссорились. Но в целом неправильные были отношения между мной и каждым из них персонально. Но вы чувствовали, что они любят друг друга? Или этого не было? Не знаю. Я бы сказала, что идеальной любви не было. Я вообще не видела идеальных моделей семьи. Ну вот сейчас, только общаясь с некоторыми парами, восхищаюсь. Вот тогда в вашей семье была мама, папа, сестра и вы, да? Вот четверо это ваша семья. А сейчас кого вы считаете своей семьей? Сейчас моя семья — это моя дочь Полина. И все? Да. Мама уже не семья? Нет. Видите, вы прямо вот задали вопрос. Я ответила, как посчитала нужным. Считаю дочкой свою семью. Мама не рядом, поэтому я ее не назвала. В некоторых странах практически не существует понятия пенсии. Потому что считают, что взрослые дети должны содержать своих уже постаревших родителей. Это правильно, справедливо? Абсолютно верно. Мама не полностью, но не далее, чем вчера, выслала денежку. И делаю это при любой возможности. С мамой, конечно, сейчас вообще идеальные отношения. Ну, согласна абсолютно. Я маме купила квартиру в Судаке, вот эту. У нее очень красивая двухэтажная квартира, недалеко от... С видимостью моря. Это ваша была потребность или долг? Это разные вещи. Это нормально для меня. То есть и потребность, и долг. Ну, я считала, что я должна, и я по-прежнему так считаю делать все для мамы. Это же мама. Не для папы? Для папы меньше. Папе тоже помогаю материально. Но перед папой только таких чувств нет. Но вернемся к вашему детству. Вы ведь были лидером, да, пионерским, насколько я понимаю? Да, очень хорошо училась. Вы были неформальным лидером? Или все-таки вас назначали учителя, потому что вы им нравились? Нет, не учителя назначали. Была по натуре лидер. А что больше все-таки собирать вокруг себя людей? Или искать людей, которых вы уважаете, за которыми вы могли бы идти и подчиниться им? Если честно. Поменялось. Изначально собирала людей, вела за собой. Сейчас, опять же, уже вот так вот ищу больше самообщения, поддержки. Держу границы. Главное, чтобы было комфортно мне. Вы не боитесь брать на себя ответственность? Раньше не боялась, но это было какое-то безрассудное отсутствие страха. И сейчас этого вообще не понимаю. Раньше были проблемы с тем, что хватало. Брала эту ответственность, не подумав, не раздумав. Дом купила на Рублевке за миллион долларов. У меня был кредит гигантский. И выплачивала долгие годы. У меня был там 7 тысяч. Конечно, я была с двухмесячной Полиной на руках. Взяла кредит миллион долларов. Может, вы надеялись, что кто-то поможет? Только на себя рассчитывала. Сейчас стала гораздо осмотрительной. Ответственность не тороплюсь брать. Но вообще ваши психологи говорят, что вы до сих пор не повзрослели. Вы с ними согласны? Нет, не согласна. Мне даже было бы приятно, если бы я оставалась девочкой и ребенком. Но, к сожалению, за последние два года я значительно повзрослела. И другой человек. Хотя я безумно скучаю, даже вот честно, по этой детскости и инфантилизму. Но, увы и ах, я повзрослела. Что такое, с вашей точки зрения, быть взрослым? Очень важный аспект был в любом ракурсе. Хочу. Хочу. Все. И глупые поступки совершилось сразу несколько. Потому что хочу. Не нравится это, что это было. Сейчас не так. А вы знаете, где в вашей жизни пролегла вот эта вот граница между детством и взрослой жизнью? Ну, наверное, формально все же переезд в Москву, поступление на журфак. То есть тогда все-таки? Вообще психологи говорят об ошибке родителей, которые, ну, если можно так выразиться, приводят к пожизненной инфантильности своих детей. И, честно говоря, я, как и вы, не склонна доверять до конца психологам. Ну, давайте проверим. Вот на вашем примере, на примере вашего воспитания, может, они правы, да-да. Давайте? Итак, первая родительская ошибка – манипулирование. Манипулируй чаще всего любовью. Хочешь, чтобы мы тебя любили, будь хорошей девочкой. Манипуляции были от родителей. Вами манипулировали тоже, да? Вторая ошибка – чрезмерная опека. Родители действительно участвовали в вашей жизни активнее, чем вам бы хотелось? Ну, это была вся моя проблема – гиперопека, гиперконтроль со стороны мамы. Это было с детства, это было всегда, и понадобилось время, понадобилась работа над собой, с моей стороны и с маминой тоже, чтобы изменить ситуацию. А вам хотелось быть вот уже тогда свободной, неподконтрольной? Ну, это, наверное, нормальное абсолютно желание в подростковом возрасте. У меня и дочери сейчас так, я вижу, уже вовсю хочется в 11 лет быть. Как вы относитесь к этому? Свободной, неподконтрольной. Я хитростью подслушиваю, не скрою, но внешне стараюсь дать понять, что отпускаю ее на длинный поводок, ну, конечно, контроль должен быть. Ошибка третья – неспособность понять, что ребенок – личность. Личностью ведь считают того, кого уважают. Вас уважали в вашей семье? Как вы теперь это оцениваете? Я думаю, что с этим была проблема. Интуитивно я понимаю, что не уважали и не считались. Ошибка четвертая – физические наказания, крики, игнорирование. Вы, насколько я знаю, учились хорошо, музыкальная школа, пионерский лидер, о чем мы уже говорили. Неужели у вас к вам были? Да, эпизодически поднимали руку. А за что вас могли наказать? Я помню, что наказали конкретно и прям физически, и по-всякому не хотела надевать школьную форму. Это запомнилось навсегда? Вот запомнилось. Прям сейчас все накатило, нахлынуло. Купили какую-то уродскую школьную форму и не захотела ее надевать. Угу. Это было единственный раз, да, такое? Нет, эпизодически. Вы чувствовали тогда себя виноватой? Или все-таки понимали, что это несправедливо в какой-то степени? Понимала, отчетливо понимала несправедливость. Накатывали чувства, эмоции, варианты, как отомстить, как я уйду, я умру, все заплачут. Ну, как у любого ребенка. Но запомнилось не всегда. А хвалили вас часто? Вам родители говорили, что вы лучшая, самая умная, самая красивая. Это то, что нам дает потом какую-то уверенность на будущее. Этого не помню. Допускаю, что это было, но в не слишком больших размерах, иначе бы я запомнила. По крайней мере, то, сколько комплиментов своей дочери нынче говорю я, конечно, ситуация всеми несравнимая. Но мама восхищалась вами? Думаю, да, но в пределах ниже нормы. Вам не хватает этого до сих пор? Не хватает, но ничего же не изменишь. Это моя жизнь, это моя судьба, как бы это все нормально, это мой опыт. Быть на виду, на экране все-таки это было вашим желанием или это мамины амбиции? Это было моим желанием и моим путем, мне это не нравилось, это всегда. Многие в юности ведь мечтают быть знаменитыми, еще не понимая, что у популярности, может быть, цена достаточно высокая. И для того, чтобы о вас говорили, иногда нужно давать и пищу вот для таких разговоров. Вы уже взрослые, известные, снимались в нескольких таких откровенных фотосессиях. Это показатель того, что вы были готовы давать пищу для разговоров или показатель того, что вы, ну как бы это сказать, были так уверены в своей красоте, в своей фигуре, что разрешали себе это? Нет, это показатель как раз эмоциональной незрелости, детскости, инфантилизма и отсутствия ответственности. Что было модно, то и делала. Что сказали делать, то так надо, значит, какая-то такая вот... Вообще, ну, отнюдь не горжусь этими поступками, но не осуждаю, принимаю как часть моей истории, часть моего пути, но однозначно это не были поступки взрослого человека. Но это один раз может быть. Но можно же потом переосмыслить и больше не участвовать в этом. Вот поэтому и не участвую. Но, правда, и не зовут. А мама видела эти фотосессии? Да, и мама, и папа, конечно, видели. А как это можно было скрыть? Это же продавалось везде, и в метро, и в переходах. А как они относились к этому? Ну, я тогда была не с ними, я уже жила одна в Москве, поэтому мне, честно говоря, на маму и папу уже было как бы вообще-то пятый-десятый факт, как они к этому отнесутся. А как отнеслись к этим фотосессиям ваши телевизионные начальники и Министерство обороны? Вы же тогда вели, по-моему, программу «Армейский магазин». Да, программу «Армейский магазин», но именно этот поступок был исценициирован моими начальниками. Это была полностью их инициатива, и это было сделано для пиара, потому что это вообще был тогда такой модный поступок, все снимались обнаженными. Я вообще, честно говоря, я не я, и ложь не моя, меня привели, сказали, раздевайся в футанк, сфотографируемся, накрасилась, пошла. Но вам же не пять с половиной лет. Повторюсь, эмоциональная неответственность, невзрослость, не пять лет. Но мне было 40 лет, когда мне пришел продюсер, принес наркотик, сказал, тебе надо худеть, вот это вот твое вещество. И я при наличии ребенка исправно его употребляла, похудел до 42 килограмм. Продюсер умер, стилист умер. Я была 42 килограмма. Это поступок взрослого человека, вы мне скажите. А мне было 38 лет. О вас сейчас говорят, да и раньше говорили, и говорят, и пишут, но много такого, что не каждый бы, наверное, выдержал, мне так кажется. Вот плохая слава вас пугает меньше, чем то, если бы вас забыли вдруг. Раньше очень ранила, раздражала, сейчас не скрою вообще философски отношусь. Абсолютно. Но вы читаете, что о вас пишут? Ой, если бы я даже не читала, находятся доброжелатели, которые все равно какие-то скрины делают и отправляют. Стрессоустойчивая, непробиваемая. Ну, именно сейчас отношусь в том аспекте, что лучше пусть что угодно пишут, но не забываю. Да, на известность это тоже зависимость в какой-то степени? Конечно. Вы зависимы? Зависимы, это в этом моменте зависимы. От телефона зависимы, от социальных сетей, от известности. Но сейчас научилась жить и справляться без этого. Послушайте, что говорит о вашей известности и о вашем отношении вот к себе, к своей звездности Анна Михайловна, политик. Она ведь приезжала к вам в Таиланд, да, на реабилитацию? Да, она приезжала на 9 мая, у меня был месяц реабилитации. Но она звезда, реальная звезда. Ее это надломило не из-за слабости, а именно то, что очень большая ответственность и динамика у нее была в жизни. И в тот момент она считала себя звездой. И самое главное, что я ей всегда говорила, меня это обезило, вы мне все должны, она говорит. Ну, знаете, не то, что она мне говорила, вы мне должны. Она себя так вела, что я звезда. Я говорю, да, послушай, но часто говорят, ну мне вообще все равно, кто ты. Я к тебе приехала как к человеку, которому нужна помощь, но не как к звезде. Если ты себя будешь так вести, ну, извини, но я как бы тогда отхожу. Я не могу тебе помочь. Тебе нужно пересмотреть, и никто в этой жизни, никто ничего не должен. Абсолютно права. Вот это ушло, слава богу, сейчас какое-то прям стеснение. Вот это раньше постоянно. Ты должен, купите, принесите. Я пришла, значит, обеспечьте, организуйте. Вот к этому привыкла. И это вот было где-то, наверное, порядок, ну, наверное, до конца реабилитации. Со мной еще у нас была третья подруга, Таня Филимонова. Она была жена руководителя реабилитационного центра, где я проходила. И вот она мне на это высказала, у нее накипело. Но вы сейчас себя звездой ощущаете, которой все должны что-то? Нет, сейчас совершенно у меня другой подход, и у меня появилось вот это вот, потому что неудобно. Вам легче стало жить от этого или нет? Или просто правильно? Наоборот, не легче. Дискомфорт, неудобство, вот это стеснение, лишний раз не попросишь. Когда считаешь, что все должны, и как пять копеек, когда в этом уверенно, мне комфортнее жилось. Сейчас я вот подумаю, прежде чем какой-то там скандал в салоне устроить, что волосы не так покрасили, что-то не так сделали. Раньше в порядке вещей было все вот это вот. А когда вы впервые поняли, что если о вас говорят там какие-то знакомые, одноклассники, то вовсе не обязательно, что они вас любят и восторгаются вами. Вот помните свое первое потрясение от того, что вдруг вы поняли, что вас не любят и даже осуждают? Помню. И это меня как раз очень сильно надломило. Я помню, что вот это чувство, вообще все вот это разочарование, это было уже где-то года за три до реабилитации, когда уже появились там алкоголь, появились таблетки, люди стали это замечать и в интернете стали это обсуждать и писать. То есть как бы правда уже стала всплывать наружу, а я была в какой-то уверенности, убежденности, что по-прежнему все хорошо, все любят, все нормально, жизнь прекрасна и удивительна. И вот это очень ранило. И это стало все накапливаться. Понимала, что не соответствую тому образу, который пытаюсь себя изобразить, что не все так хорошо. И вот это вот очень ранило, обижало. От этого замыкалось все больше, еще больше приходил алкоголь, еще больше приходили какие-то антидепрессанты. И это состояние просто сводило с ума. А вот бороться с теми, кто к вам враждебно относится или все-таки игнорировать, что было вот тогда в большей степени? Ну, была выбрана позиция... Нет, не то, что игнорировала, не игнорировала. Как-то я пыталась доказать, что все не так, что я намного лучше и еще что-то из себя изобразить. Это было внутреннее ваше ощущение или вы понимали, что с вами что-то не так все-таки? Понимала, что что-то не так, был страх, было вот это вот уже одиночество, чувство. Но пыталась сама себя обмануть, что-то изобразить, как-то что-то показать, чтобы все думали, что все нормально. И я тоже вроде бы. Раз все думают, что все нормально, значит, и я тоже уверена, что вроде все нормально. Вы ведь постоянно находитесь в какой-то конфронтации с кем-то, какой-то длинный список. Даже не буду перечислять. Там то Кандулайна, то Перова, то еще кто-то. В чем причина вот этой конфликтности? Ну, это и не конфликтность. Это понимание того, что необходимы пиар-поводы. А на хорошем, к сожалению, пиар-поводу у нас не сделаешь. Вся моя история образцово-показательная, тому пример. Вы мудрый пиарщик для себя, так я понимаю. Получается? Да, но я училась на журфаке на пиаре. Вернемся в ваше детство. Отличница, активистка, красавица. Когда вы заметили, что вы нравитесь мальчикам? Или вы не думали, что вы красавица? Не думала, что красавица, не обращала внимания, всегда была по общественной линии. И гадким утенком была, и интересом не пользовалась. Только себя почувствовала более-менее привлекательной, уже когда на журфаке училась. Ну, ваше детство, вот даже по нашему сегодняшнему разговору, нельзя назвать тяжелым. Потому что никаких таких травмирующих драм не было. Полная семья, музыкальная школа, по-моему, еще плюс ко всему. Почему маме вам, 16-летней, пришлось давать транквилизаторы? Потому что ни одна здравомыслящая, любящая мама не будет этого делать. Что тогда случилось? Почему? Мама работала на скорой помощи, и для нее это нормально было, угостить кого-то транквилизаторами. Потом в этом факте, что она мне их давала, мы разбирались две передачи. Так ничего никому не доказали. Это тоже был как инфоповод такой, для разборок. Это вы его дали? Да, я дала. Зачем? Что-то там на реабилитации выдали телефонность в шестом месяце, что-то напридумывала, где-то что-то написала, потом кто-то перепечатал. То есть опять это создало? Потом редакторы нарыли и создали два боевика. Какой-то такой инфоповод создала. А потом была на тот момент обида на маму, вся вот эта история перепроживала, что мама ходила по передачам, рассказывала всякие неприятные вещи, и вот на расстоянии что-то какие-то такие подкидывания произошли. Но вообще, почему возникает болезненная зависимость, наверное, трудно объяснить даже самому зависимому от этого человека. Вот послушайте, как видит причину вашей болезни ваша подруга теперь, Дарья Пирожкова. Наркотическая зависимость – это ее протест. Она ушла в мир, где проще. Вот вы знаете, вот наркотики – это другой мир, да, куда мы уходим, когда мы не хотим решать здесь проблемы. Она жила долгое время не по своему сценарию, так скажем, да. Она ушла в свободу, действительно, там, где ее никто не трогает, где она может не промолчать, а сказать, потому что наркотики раскрепощают. И поэтому, ну, здесь сложно ее в этом плане обвинять. Вот такой вот она человек. Ну, у нее какая-то странная философия, которую, в общем, можно в двух словах пересказать. Не мы такие, жизнь такая – это протест, это свобода, это был сценарий, она не хотела жить. Вы тоже так считаете все-таки? Нет, я считаю, что в моем случае отчасти то, что говорит Даша, есть. Та жизнь, которая нетрезвая, она гораздо комфортней. И в ней нет места комплексам, нет места обидам, боли. Это все забывается, она всегда тебя устраивает, ты всегда себе нравишься, тебе всегда весело. Что же вы из нее ушли? Шли, да, ну, потому что три варианта – тюрьма, больница, смерть. Но это нездоровая жизнь. Это больная жизнь, извращенная жизнь больного человека, которая должна закончиться очень плохо. И очень скоро, и очень много таких смертей. Я только с Нового года пять человек похоронила от этой болезни. Поэтому для меня всегда мысль о трезвости и мысль осознания того, какой меня ждет конец, шаг влево, шаг вправо, и меня это сдерживает. Но вернемся к биографии вашей интересной. Из Нарезка вы приехали в Москву и поступили на журфак в МГУ. В МГУ вы проучились, по-моему, год, да, и после этого вас пригласили вести программу «Армейский магазин». И вы ушли? Можно вот этот эпизод про «Армейский магазин» максимально покороче. Терпеть не могу эту программу. Терпеть не могу это вот сейчас в самое... Я помню, как вы в детстве вели эту передачу. Без комментариев молчу, не огрызаюсь, но это мне неприятно. Терпеть не могу это вспоминать, но объективно понимаю, что, конечно, передачи у меня бы не было, она мне дала шанс. Вот эта роль хорошенькой блондинки, она вам нравилась или добавляла какие-то комплексы дополнительные? Ну, объективно, я же была не глупая, и она меня очень напрягала. И я пыталась из этого образа вырваться, уйти. Я же делала движение, вроде бы уходила из этой передачи. Три месяца была в подвешенном состоянии. Но все пути вели все равно в «Армейский магазин». После этой передачи все-таки у вас появилось очень много поклонников, особенно мужского пола. Вам нравилось это внимание? Наверное, нравилось. А влюбленные в вас мужчины, если честно, Дана, они как-то помогали вам продвигаться по этой карьерной лестнице? Нет, у меня появился очень хороший мужчина, который действительно очень много для меня сделал. И такая там непростая история, он мне очень помогал, и в том числе в этом плане. Но это было уже когда я была на НТВ. Это был взрослый человек, да? Да, взрослый женатый мужчина. И вот эти были единственные более-менее... Хотя они априори же неправильные, потому что он женатый, но это были какие-то отношения, которых, по крайней мере, из всего опыта моих отношений я вспоминаю более-менее с теплотой и с тем, что что-то было хорошее. Мне тогда казалось, что не было особой любви, а сейчас как бы переоцениваю. Кажется, что хорошие были отношения, что с моей стороны были чувства. Вы больше его никогда не видели? Ой, да, что-то мы как-то расстались не по-хорошему. Я познакомилась с отцом Полиной и закрутила там роман, родила ребенка, и мы с ним расстались. Но вам не хотелось вот такой настоящей какой-то любви вот в этот момент? Потому что это сколько там? 18, 19, 20 лет. Ну, тогда вот именно в пору армейского магазина не хотелось. Честно, было столько съемок, и вообще такая жизнь была насыщена. Эти все воинские части, гарнизоны, пограничные заставы, крейсера, авианосцы. Мне вообще было не до этого. Потом вот на протяжении прям многих лет, когда я пыталась устроить свою судьбу и были уже как по-женски состояться, мне очень этого хотелось. Но я не умела, не знала. Вот насколько я понимаю, герой вашего все-таки такого, ну, известного романа, о котором мы писали и говорили, это певец Данка. Ну, в миру просто Александр Фадеев. Это действительно было не просто увлечение? Нет, Александр мне очень нравился. У нас были отношения. А с чего они начались? Саша, я не помню, мы даже как познакомились. Скорее всего, он снимался, предполагаю, у нас в программе. Ну, Илья была на концертах. Он тогда был очень модный, популярный. Да и сейчас он большой молодец. Вот. И просто молодые, симпатичные, привлекательные, свободные завязались отношения. Ну, у него ведь тогда была жена, хоть и не официальная, и она ждала ребенка. Насколько вы знали об этом? Да, я знала. Ну, не я одна, вся Москва знала, что у него девушка ждет ребенка, модель. Ну, он очень уверенно всем рассказывал, что ребенок не от него, от какого-то продюсера, и что... Ну, и как бы мы жили с ним вместе, с его мамой. Ты не верила, что... Нет, я ему верила. Что ребенок не от него? Что ребенок не от него, что он не имеет к нему отношения. Ну, у вас не было вот этого, как бы вам сказать... Вас не задевало то, что все-таки вы не единственная? Потому что, когда любишь, очень важно, чтобы человек принадлежал только тебе. Конечно, это как-то задевало, и неприятно... Неприятный был момент, потому что были опасения, что это ребенок все же его. И, зная Александра, допускала такой момент, но хотелось его, чтобы он был со мной, а не с ним. Но Александр все-таки сделал выбор в пользу ребенка. Да, он сделал. И ему респект и уважение, и вообще по-женски вот в этом плане поступил, как мужчина все-таки признал ребенка. У него потом появился еще один ребенок от Наташи. Нет, вы скажите... Это вы сейчас так говорите. А как он сказал вам об этом? И как вы себя... Мы уехали с подругой отдыхать на Новый год. Александр остался в Москве, с нами не поехал. Вернулись после Нового года, и в самолете нам дали комсомольскую правду, и уже на первой странице были фотки, как Александр с своей женой встречает ее из роддома с ребеночком. Какое ощущение тогда? Ощущение, которое мне было знакомо уже в тот момент, разочарование, боли, переживаний, тоски, одиночество. Но вы сумели принять его выбор, его решение? Сашу, конечно. И не объяснялись даже? Нет, мы не объяснялись. Мы с ним летом объяснялись на детекторе лжи только, когда он уже там повторно сделал подобные нюансы. Повторно мы уже с ним стали опять встречаться после реабилитации. И он ушел. У него уже была вторая дочка, да? Да, вторая дочка инвалид уже была. И он уже не жил год с Наташей. И я ему дала второй шанс. Приехала после реабилитации. Вся такая правильная, проработанная. И вот так мне тоже, в принципе, хотелось опять надежного мужского плеча. И мы... Ну, незнакомцу я бы навряд ли так быстро доверилась. А вот Саше у нас уже был совместный опыт и проживание, отношение как человека. Я его знала как мужчину. И я ему дала второй шанс. Мы с ним опять встречались три месяца. И опять был повторный маневр. Он предпочел мне диджея Силуянову. И прям тоже все так же за спиной. И точно так же я узнала из передачи, из каких-то общих знакомых. И просто номер два была история. И это еще раз меня больно ранило. Но скажите, вот вы говорите, что вы с ним встречались на передаче. Вот. Почему вы сказали, что он вас разбил? Это зачем? Вам нужно... Это был сценарный ход. Ваш? Ну, по просьбе продюсеров попросили, придумали этот инфоповод и раздули передачу. И вас это никак не... Мне прекрасно заплатили. В этом смысл? Ну, просто это было шоу. А что здесь такого было? Я вообще как бы не вижу. Это шоу. После расставания с Александром вы встретили своего будущего гражданского мужа и отца Полины. Ну, да. Это было точно после Александра и точно после вот того мужчины, о котором я вспоминаю с теплотой и с любовью. В Турции познакомилась с очень, как мне показалось, приятным, симпатичным молодым человеком. На три года меня моложе. И... Подождите, мы говорим сейчас о Максиме Аксенове. Максиме Аксенове. Папа моей дочери. Итак, это глава ОН. Я хочу, чтобы Дарья Пирожкова, сейчас ваша подруга и психолог, рассказала о том, как она представляет вашу психологию брака. У меня четкое убеждение, что большую часть жизни на нее влияли. То есть влияли делать так, как надо. Вот надо делать так, так. Хорошо, я сделаю. Вот делай так, хорошо, я сделаю. А как она сама чувствует... И даже посудить то, что она... О ее браках, да, нескольких, которые, так скажем, не увенчались успехом. Она хотела теплоты, доброты, любви. Но в силу того, что ей много-долго диктовали ее жизнь, как вот надо, она совершенно запуталась. По моему личному мнению, даже выбор иногда падал, может быть, не на тех, кого она хотела на самом деле. С этой стороны она для меня закрыта. И мне очень хочется рассказать, потому что она безумно нежный человек, отзывчивый просто. Она умеет любить, это видно. Потому что она такая прям девочка. Но в то же время девочка с характером, о котором, о характере, о котором все должны знать, слышать и принимать это. Ну вот как-то так. Я, честно говоря, боюсь спросить, кого она любила по-настоящему. Я сама боюсь ответить на эти вопросы. Кого вы любили по-настоящему? Думаю, что папу Полины любила, и к нему очень теплое чувство питаю. Несмотря на то, что преследовала и судами, и всем на свете, и отношения было, мягко говоря, не очень. Ну, по-своему, наверное, любила часть каждого, с кем была. Ну вот вы говорили, что встретили Максима, когда переживали не самый лучший момент в своей жизни. Но в карьере, тем не менее, в 2005 году у вас был необыкновенный взлет. Влюбись. Потому что как раз вы ушли из той программы, которую вы не очень любите вспоминать. И начались 8 лет работы на НТВ. Да. Максим тогда влюбился в страдающую девушку, такую хрупкую, или все-таки в веселую, успешную, известную телеведущую? В успешную, веселую телеведущую. Теперь расскажите все-таки поподробнее, как вы познакомились с ним? Вы уже начали. Познакомились на море в Турции. Он постеснялся подойти познакомиться и там отправил друга. Вот. И действительно настолько все было в порядке на тот момент жизни. Придавало спокойствие финансовую была уверенность и карьерный рост, перспективы. И, конечно, я думаю, 100% его именно это подкупило. Он ведь моложе вас на 4 года, да? Тогда вам не было и 30, по-моему, тогда, да? Полина родила в 31 год. Подождите, а мы с ним прожили 4 года, пока Полина не родилась. Значит, с 28 лет. Да, а он на 4 года. Вам казалась большая разница? Абсолютно нормальная. Подходили друг к другу, соответствовали. Это он такого небольшого роста? Да, он ниже меня, поэтому я все время в наших отношениях ходила без каблуков. Но, как я понимаю, к этому времени Максим был уже человеком. и состоявшимся, и состоятельным, несмотря на то, что очень мало людей, которые к этому возрасту умеют что-то сделать. Вот насколько я понимаю, все-таки состоятельность мужчины, она важна вам или не очень? У него очень хорошая семья, потрясающая. Мы сейчас живем в соседних домах, и сейчас у нас, слава богу, и с семьей, он до сих пор живет с мамой, и с папой, и очень дружная, очень хорошее у него образование, очень финансово хорошее. Да. А в какой сфере он работает? Понятия не имею. Мы уже 10 лет не вместе, и встречались только в суде. Я не верю. Вы умная девочка, которая бы... Честно, не знаю, даже Полина не знает. У меня откуда вся информация из Полины? Полина, где папа работает? Папа бизнесмен. Да. Но вообще, в Турции начался роман, но очень, ну, не часто курортные романы заканчиваются семейным отношением. Вот когда вы... Кто вернулся первый в Москву, и кто проявил инициативу, чтобы дальше продолжить общение? Максим вернулся на несколько дней раньше меня, и я уже прилетела из Турции. Он меня встречал с Розочкой на Мерседесе. Он писал вам туда? И писал, и все на свете контролировал, и приехал, а мы уже стали жить на его территории. Практически сразу стали жить вместе. Вы бесстрашны? Нет, просто он мне очень прям нравился, и прям уже, сколько мне было? 28, и хотелось прям уже и ребенка, и хотелось отношения, и я решила, что это тот самый. И у нас была такая квартира на Кантемировке. Мы прям... Не могу сказать, что у нас такая прям райская жизнь стала. Мы в обычном доме жили, в такой двухкомнатной квартире с собакой. Но все преодолевали вместе. Мне очень нравилось. Вы хорошо о нем говорите сейчас. Но сейчас у нас, слава богу, хоть более-менее хорошие отношения. Мы гавкаться перестали, за ребенка судиться. У нас только судо было. А сейчас Коля в соседний дом. Вот она полдня у меня, полдня к папе пошла. И специально квартиру купила, чтобы рядышком жить. Вы были ведь из совершенно разных миров. Вы светская, девушка из телевизора. А он из мира бизнеса, цифры, экономики. Ваши миры как-то вот пересекались, или каждый из вас жил своей жизнью тогда? Вам были интересны его друзья, его работа? Да, мы дружили. У нас крестный был его лучший друг. Мы дружили, вместе общались. И он, хотя ему не очень светская жизнь нравилась, он, видите, со мной на мероприятия ходил, наряжался. Старались и я его интересами жить, и он вон со мной ходит под ручку. Но в тот момент мне нравился, что у него такая стабильная была работа, страховка, бонусы всякие, фитнес-клуб. Вы хотите сказать, что вас привлекала все-таки вот эта страна? Тоже? Конечно, привлекала. И меня очень всегда привлекало, что у него с родителями, с мамой там вот это. Я переживала и ревновала. И сейчас я даже вот при Полине подразниваю, посмеиваюсь, что ему 38 лет, а он живет с мамой до сих пор. И меня, конечно, это ранило. Даже более того, скажу, Полину это ранит. Она очень из-за этого переживает, что папа больше любит бабушку, а не ее. И я тоже из-за этого переживала, что он всегда с мамой, всегда от меня уезжал с родителями, на котлеты. И до сих пор он так вот тесно. Но в то же время мне это нравится, семейственность. Может, ничего не поздно? Ой, не знаю. Потихонечку, помаленечку. Пока я сейчас заблокирована у него в контактах. Последний этап наш заблокировал, обозвал. Но все нормально, все под контролем, имеет право. По крайней мере, сейчас мы с элементами разобрались. А то же я им платила денежку очень долго. А теперь он мне платит денежку. И платит исправно. Поэтому не жалуюсь. А как родители отнеслись к вам? Когда была реабилитация, вся эта история, был период ненависти и вражды полнейшей. В суде мама приходила вот так вот, кричала, поливала грязью. Но сейчас, когда кладывает мой главный секретный агент Полина, мама-бабушка всегда там говорит, а мама права, слушайся маму. Поэтому сейчас вот вообще ни на что не жалуюсь. Ну дай бог. Отношение со свекровью это отношение и с мужем тоже. Вообще-то. Почему я называю его опять мужем? Может, я забегаю вперед? Мы не были в браке. А неважно. Это был вот момент, который... У вас в жизни с Максимом появилось ощущение, что вы семья? Я все-таки три года с ним жила под одной крышей, одним домом, одним бытом. И для меня это вообще был отзыв. А что для вас семейная жизнь вообще? Сейчас у меня вообще в голове такой разброд и шатание по поводу семьи и по поводу отношений мужчины и женщины, что, мне кажется, тогда у меня был более трезвый какой-то подход. И сейчас настолько какая-то запутанность, боязнь еще раз вляпаться в какую-нибудь историю. И сейчас поэтому вообще эта тема для меня не моя. А вообще семья — это мужчина, женщина или ребенок? Или мужчина и женщина это уже семья? Наверное, мужчина и женщина уже семья, но когда появляется ребенок, это еще лучше. Вот рождение Полины, оно было спланированным, желанным для вас обоих? Да, Полиночку мы очень ждали и хотели, и я вообще уже просто была настолько прям в ожидании. У нее был 31 год. Вот, и Максим, и, конечно, его поведение, вот роды у нас были совместные, вся вот эта поддержка. То есть это было счастливое время? Это было прекрасно, очень счастливое. Но вот потом, к сожалению, все очень сильно оморочило тот момент, что он не пожелал жениться, и то, что он все время был у родителей. Свадьба не случилась. Не случилась. Неужели вы на этом не настаивали? Запросы настаивала, запросы оформляла, но их игнорировали. И не было никакой инициативы. Нет, и не женился. А он объяснял, почему? Ой, я уже вот это не очень помню, но я помню, что это был какой-то такой момент, который болезненный, раздражал, и я вообще уже запуталась. Мы переехали на мою территорию, и с моей мамой там еще вместе проживали, и ему уже это все не нравилось. Он все время был у своих родителей, и ему, может быть, его тоже можно понять. Ему, как вот мне не нравилось, что он все время с родителями, а ему моя мама не нравилась, и я его очень хорошо могу понять, потому что уже нарисовалась моя мама, и она ему конкретно не нравилась. встряла, нарисовалась. Я понимаю, что все-таки это был негативный момент. Конечно, конечно, конечно. И я понимала, я теперь его понимаю. Он же еще тем более оправдывал, он младше меня был. И сбежал, и все. И осталась одна с ребенком. Но вообще рождение ребенка это абсолютное доверие женщине, мужчине, отцу ребенка. Не было. Вот как-то вот после рождения вообще все не заладилось, и не видела ни помощи, ни поддержки, и постоянные были издевательства там в плане вот этого, что я уже тогда начала на фоне стресса пить какие-то успокаивающие таблетки. Он прям это жестко пресекал, его тоже можно понять. Ну, мужское отношение, поддержки, что необходимо после родов с двух месяцев. А, потом я еще этот кредит взяла. Умудрилась при вот, простите, муж, при мне так сказать, муж, отец, ребенка, два месяца ребенку, я беру кредит миллион долларов, он меня не останавливает даже. Это был вообще самый глупый поступок в моей жизни. И как вот он мог, ну вот, он же видел, какая я вот еще, не пойми что со мной. Кстати, его мама потом в суде этим все меня попрекала, что она хотела, чтобы он ей купил дом. Хотела, а что в этом плохого? Но в итоге не купил, пошла и взяла кредит и платила исправные свои зарплаты, закрыла его. И вот с этим домом, не пойми что, ни финансовой, никакой поддержки, ни мужской поступок. Вот, но меньше через год, чем через год вы расстались, насколько я понимаю, с ним, да? После рождения. через год. Во время этого появилось вот желание и зависимость? Зависимость появилась у меня четвертый год, когда я была задна, алкогольной, эпизодически. Но это было связано с проблемами на работе. Меня в корреспонденты перевели, а я с ребенком маленьких на руках, у меня еще кредит этот гигантский, и вот тогда появился алкоголь. И вот он появился, появился, а потом уже стал в угрожающих масштабах. Я правильно понимаю? Просто у Максима, когда он ушел от вас, не было никакой причины, кроме того, что он вдруг от вас то ли устал, то ли разочаровался в чем-то, то ли мамам ваша помешала, то ли его мама. Больше никаких причин. Нет, у меня вредных привычек тогда не было. Но вы пытались с ним объясниться, если вы его любили, как вы говорите? Или это все-таки статусно? Пытались, но у него вот какие-то такие, они до сих пор, у него эти мужские обиды какие-то, комплексы, из-за этого низкого роста. Вот эти претензии, но тоже, согласитесь, не совсем корректный поступок, когда я на реабилитации фактически в больнице нахожусь, без средств существования, без паспорта, без денег. Как можно было подать на меня в таком состоянии, ну, на больного человека, находящегося на лечении, с первого месяца на алименты. Я приехала с реабилитацией, у меня задолженность уже по алиментам. Это не по-мужски. Вы много пережили действительно за эти годы. История вот ваших отношений с дочкой, она тоже достаточно драматичная, потому что сначала на ребенка вот обрушились все эти вот разводы, расходы, публичные обсуждения, деление дочери. Это ужасно. Вы в каком-то интервью назвали свое детство деконструктивным. Но вы понимаете и понимали сейчас, вот какое детство вы Полине устроили вместе с мужем? Да, я понимаю, конечно. Но опять же, у меня не должно быть чувства вины и переживаний, и страданий по этому поводу. Это ее жизнь, это ее путь. Я изменилась. Это все, что я могу делать. Я же не могу изменить прошлое. И сейчас мне смысл предаваться страданиям по этому поводу и погружаться вот в эту вину перед Полиной. Она это моментально чувствует. Она уже такая прям 11 лет. И только мне стоит в какую-то жалость к себе в вину к ней погрузиться, она этим манипулирует и пользуется. Она действительно вас ударила? стукнула, с ноги стукнула, пришла, говорю, Полина, давай делать уроки. Ты сидишь. Ну, у нее уже был какой-то протест, там, недовольство. Она уже все там намылилась к папе. Я ее на тот момент ограничила в финансах, в пользовании телефонов, что очень эффективно проверено на себе. И отключила Wi-Fi, забрала телефон, сказала, денег больше не будешь получать. Но вообще о непростом характере вашей дочери рассказывает ваша подруга, политик Анна Михайловна. Дочка, она такая. Ну, сейчас я подвергу слова. Категоричная. Тоже, что как бы она только в этом мире. Вот, знаете, она хотела получить внимание. Я же тоже смотрю, не как она себя ведет, а почему она себя так ведет. Из-за вот той внутренней, наверное, травмы. Все-таки это все происходило на ее глазах. Естественно, это все было тяжело. И у нее, знаете, как вот такая защита, реакция была, как такой маленький ежик. Вот такой. Но внутри она просто привлекала к себе внимание. Она хотела потом, когда мать уже вернулась, Дана, она просто хотела добрать эту любовь. Ну, через свои какие-то там манипуляции, там свои скандалы какие-то. Но это же ребенок. Да. Аня сейчас вот сто процентов сказала. Но вы знаете, что сказала Даша Пирожкова? Она сказала, что вы с дочкой конкурируете. Да. Это правда? Такой есть. Есть. У нас постоянно, знаете, какие вот эти разговоры? Ты толстая, нет, ты не думай, что ты такая, ты не такая. С ее стороны это постоянно, целыми днями идет. И волосы не такие, и накрасилась не так, и слишком толстая, и надо худеть, и все на свете. У нас прямо, у нас не скучно с ней. Но какие все-таки сейчас у вас с ней отношения? Она живет все-таки теперь в основном с вами. Да, живет со мной. Она начала вас понимать, да она? Думаю, да, но она еще там, манипуляторша. А с отцом, Полина, вы скучаете о нем вообще, если честно? Ну, слава богу, живем в соседних домах, но в целом не хватает. Я бы не совсем не рассматривала такой вариант событий, как повторение отношений. Но, видите, он тоже, у него не было больше отношений, деток нет, семи нет, он выбирает жизнь с мамой. Может, жизнь все равно, она каким-то образом вас сохраняет друг для друга и для Полины? Посмотрим. Полина бы, по крайней мере, была точно счастлива. Конечно. Дети всегда консерваторы в хорошем смысле этого слова. Ну, и последнее, глава о ней. Я еще хотела поговорить коротко о вашем единственном законном браке с бизнесменом Андреем Трощенко. Послушайте монолог Дарьи Пирожковой о мужчинах. Она многим нравится, здрасте. Она очень сексуальная женщина. Она продолжает ей быть, сейчас все краше и краше с каждым годом. Слава богу, она оставила наркотики и алкоголь, потому что выглядела она уже тогда неважно. Из куклы просто превращалась в не пойми что вообще. А сейчас она просто расцветает. Кто бы этот цветочек палил бы? Это должен быть полностью самореализованный мужчина, взрослый, который уже, ему не нужны вот эти вот, так скажем, какие-то страсти. И ей уже не надо всего этого, какой-то напыщенности, там, я не знаю, бежать по полю вдвоем, я не знаю, там, под дождем танцевать голыми и так далее. какие-то фантазии вот эти вот воплощает в реальность. Ей нужен уже самореализованный мужчина, но чуткий, добрый и нежный, который иногда на ее капризы, вот, простите за выражение, чисто бабские капризы. Если на них не обращать внимание, не заострять внимание, они очень быстро проходят. Но есть страх и большие опасения и вступить опять не туда и с чем-то таким столкнуться, и чтобы это меня качнуло из моего стабильного состояния. Поэтому не тороплюсь. Но вот после расставания с Максимом и вот этих всяких трудностей у вас начались какие-то странные, непродолжительные романы с не очень хорошими людьми, скажем так. Кого-то вы называли просто аферистом. Вы совсем не разбираетесь мужчины. Тогда какое-то потерялось чувство реальности, интуиция. Конечно. Это же была уже нетрезвая жизнь. Но объективно я была уже в употреблении. И нарисовался еще вот этот вот муж, который сам любил вещество, а именно наркотики, но другие. И уже, ну что можно, смотрите, анорексичка. И по сути я уже была в употреблении, сознание было измененное, не всегда отрезвая. Ой, да не помню. Где-то он жил по соседству, еще я под это дело его вроде как у жены увела. Сейчас вот летела из Турции, жена эта в самолете подошла, я на нее с таким удивлением посмотрела, сказала, я жена вашего мужа. И, короче, ну, что можно ожидать? Два зависимых человека, два наркомана нашли друг друга. Он бизнесмен тоже? Ой, ну вроде бы бизнесмен. Я уже это все вот честно даже более, ну, отвечаю, но это мне еще тема более, не то, что она мне, кстати, неприятна, а настолько это для меня вот уже показатель вот этой всей моей истории зависимости, которая очень грустная и должна была очень грустно закончиться, и она вот принесла свои грустные плоды. Вышла замуж. Спасибо. Так хотела, вот получила. А теперь не помню, я не знаю вообще, где этот муж и какова его судьба. И слава богу, что не помню. И не знаю. А зачем тогда вы так настаивали на браке? Это опять уже... Вот хотелось, хочу. Надо спать бы, надо брак. Полина приняла его тогда. Нет, Полина так подкидывала, на свадьбе там все на нее жаловались. А идиллический период в этом браке он был? Только когда оба были под веществом. Все было радужно, красиво и замечательно. Но вы разведены с ним официально? Да, у меня документ есть. Я подала, все оформила. Вы свободная женщина. Да. Два года вы посвятили тому, чтобы как-то вернуться новой, в эту новую жизнь. Я даже представить себе, честно говоря, не могу, чего это могло вам стоить. Вот послушайте, что об этом рассказывает ваш врач, которого вы так любите. Врач-нарколог Марат Агинян. Где-то с февраля прошлого года, ну то есть вот год назад, у нас пошел хороший терапевтический контакт. Прямо вот супер. Просто мы чувствовали друг друга и шла терапия уже. Пошла хорошая терапия и эмоции все эти ненужные, лишние, они все улеглись, успокоились. И она как личность стала такой более ясной, что ли. Стала ставить и достигать цели, и планировать свою жизнь, и видеть, и говорить от имени своих ценностей. Ну то есть вот прозвучал человек в Дании, которого не было видно сквозь бурю этих вот эмоций. Да, она практически готова к тому, чтобы достаточно свободно жить вот в этом социуме. Может быть, процентов на 90. Но вот лечение, которое растянулось на годы в этот период, остается силы, возможности, желания работать, включаться в какие-то проекты. Нет, ну как, я хочу для Полины сейчас что-то сделать. А себе? Вам хватает? Себе я сейчас открываю салон, я занята, я много снимаюсь, в принципе, ну немало. Реклама, социальные сети. Единственное, вот, конечно, женское счастье, оно бы мне не помешало. Но вот если на сегодняшний день, как сказал ваш любимый доктор, вы на 90% здоровы и готовы к новой жизни, то сами как вы оцениваете, на сколько процентов готовность к новой любви? Ой, на 40%. На 40%, да. Послушайте, что об этом говорит Дарья Пирожкова. Ну вот она, знаете, такие продаются розы долго, которые в этом, долгом хранении, под колпачком. Да, она именно такая, она прекрасная, цветущая, с глубоким внутренним миром, но ты вот к ней вот бежишь и лбом тукаешься об вот этот вот колпачок. А она смотрит на тебя такими глазами, хлопает, ну что же, ты не можешь, что ли, меня сделать счастливой? Колпачок — это то, что на нее одели за всю жизнь, а то, что он не снимается, это ее личное сейчас нежелание, может быть. Она может быть абсолютно счастливой женщиной, но она, может быть, уже не верит в это, вот это другой момент. И замуж она не хочет, но она хочет просто отношений. Даша верно говорит, готовности нету, и особого желания тоже нету. В целом, есть такое пассивное желание, интерес, общаться, отношения, но все остальное настолько пугает, настолько это сейчас уже кажется технически невыполнимым, проживание с каким-то третьим персонажем, что он появится в моей с Полиной жизнью. У нас есть папа ее, ну, вроде живет недалеко, общается. Я сейчас себе вообще смутно могу представить, что я буду кому-то себя еще вот уделять и на кого-то тратить свое время. А Полининому папу готовы? Ну, с папой это другая история. Вот все, о чем мы сегодня говорили с вами, как-то вот не похоже на ту жизнь, в которой была и настоящая там любовь, настоящая дружба, может быть, настоящие какие-то чувства, вовлеченность в работу. Такое ощущение, что все это была какая-то подготовка к новой жизни, которую мне хочется думать, что она скоро начнется. Спасибо. Смотрите. В ее эфирах, например, многие там сравнивают это прямо эпоха, я там в армии служила, она, кстати, не любит это очень сильно, когда я под вас там заканчивал, там все. Фу, все, вы потеряли Данина сразу доверие. Она звезда, она действительно заработала свое имя. Вот. Но наркомания это болезнь, это не слабость характера. Когда ей пишут хорошее, она может всплакнуть. Вот это Дана. То есть ей реально прям вот мне написали, смотри, вот там. И в то же время, если я напишу, что она плохая, она парится, она может уйти вообще в депрессию. То есть люди могут человека довести. Дана сейчас очень ценит позитив, связанный с самой трезвою. В целом, потому что позитив трезво тоже приносит определенное такое тихое, но уверенное удовольствие. Особенно, когда позади тебя была разруха и развалины, и ты был на грани.